всем привет Владивосток на связи сегодня забрали из таможни Toyota East это у нас 11 год 115 кузов то есть 4WD NSP 115 4WD объем 1,5 литра двигатель 1NZ коробка вариатор 105 лошадиных сил есть также 1,8 на такую машину она идет на автомате в данном случае у нас вариатор свет грей мокрый асфальт немного ветрено поэтому включил микрофон так у нас машина пришла с ауксона ЮСС Саппора из северной части Японии остров Хоккайдо так ауксонник у нас оценили на 4 балла по кузову есть косяки У2 А2 на передних бамперах А2 пробег 72 тысячи так салон у нас черный простой климат на крутилках более богатых версиях комплектациях идет тут кнопочный климат 4 ВД включается с кнопки фулл тайм так же бонусом пришли зимние резины на родных штамповках резина бриджик очень хорошая жирная резина магнитола простая без блютуза по-моему если не ошибаюсь на 62 модели уже был блютуз так заводится с ключа имеется тахометр необычный да вот что еще тут давайте посмотрим по косякам вот эти царапины оценили а2 можно было тут поставить а3 даже а4 вот смотрите вот эта часть повернется вот это а вот это глубокий уже нет они уже под покраской идут с этой стороны тоже вот еще подлечить хотел по-моему походу японец краской карандашом замазал некрасиво так здесь у2 у2 видно да отсюда у2 вмятина есть так что это пятно тут помыть надо полирнуть так вот эти вот тоже вот косяки видите здесь а2 было указано ну тут тоже то ли японец хотел подлечить то ли на полировку она не уйдет резина стоит летняя жирная тоже бриджик 18 год на литье по цене внизу укажем сколько составила так имеется вот такой красивый спойлер камера заднего вида машина поедет в Черопчинский район им именно был нужен водовый вариант чтоб повыше и чтоб ездила по бездорожью по якутским по якутскому бездорожью маленький японский танк так его назовем проявил показал себя всем тем кто знаком данной модели с лучшей стороны данная модель ну здесь главной задачей нашей задачей было привести 4-х водовый ист в районе 850 тысяч так все косяки были рассмотрены заранее там мы знали о том что косяки будут особенно если и все косяки клиенту я объяснял вот эти моменты да косяки так и главная задача была в том что она должна была быть 4-х водовая водовую в хорошем состоянии в идеальном 4 с половиной там баллов найти практически невозможно вот эту модель мы искали очень долго ждали ждали когда наконец-то он выйдет ну порядка двух месяцев мы искали до этого мы искали honda crossroad toyota rush потом их было невозможно купить в эту сумму из-за этого мы переключились на toyota ист и купили вот эту машину у заказчика сейчас есть toyota willfire который заказывал тоже через нас также он два года назад заказывал dayhatsu terios kit так вот получается это их третья машина да уже заказывают доверяют машина поедет скорее всего автовозом давайте посмотрим машины те кто те машины которые прибыли нам вчера и позавчера на стоянку так toyota ист в красивом цвете бордовом 3r 9 год у нас 12 уже рестайлинг в красивом свете в идеальном состоянии по кузову комплектация у нас платана а тут есть сарапины если кажется под полировку комплектация у нас платана как красиво смотрится все-таки бахлажановый свет или бордовый фары ксенон туманки антенны есть красивые да смотрится очень красиво так давайте посмотрим салон здесь у нас кнопка старт стоп руль рестайлинговый же одна электродверь с левой стороны черный салон ионизатор еще так аукцион три с половиной балла но пробег у нас 42 тысячи всего по кузову по левой стороне имеется вторичный окрас W2 и замена 5 дверей давайте посмотрим что здесь отремонтировано как отремонтировано вот эта дверь замененная в Японии видим что болты как будто и не снимались видно салон очень чистый вот эта дверь скорее всего переходом покрасили потому что здесь обычно вмятина бывает в Японии скорее всего из-за этого покрасили вот так да резина стоит летняя 195 65 15 как машина твоих земляков поедет в Амгинский район а тут сарапины есть оказывается смотри неприятные конечно покажи-ка от близкого расстояния все равно неприятно мне нравится хорошая машина просторная опа вот так делается смотри вот так и получается большой багажник давайте еще раз переднее сидение вперед подадим и получится большой багажник центральной стойки нету как мы все знаем сидение вот так можно разложить и получается большой багажный отсек салон в отличном состоянии даже в новом состоянии туда же вот салафан заводской стоит цену эта машина укажем вот здесь внизу двигатель здесь у нас стоит 18 2 зар вал 2 мотик комплектация платона двигатель вал 2 мотик так 143 лошадиных сил магнитофон уже здесь с блютузом блютуз тви ну это по японии да все есть мультируль на мультимедиа имеется он по цене дешевле чем вишта но по комфорту намного мягче и просторнее чем виш из-за этого люди заказывают вот на этой неделе к нам прибыло сразу сразу два тойота виш сегодня клиент уже оплатил таможню по квитанции на второй виш исис то есть он выйдет из таможни в конце недели скорее всего так ее тоже мы посмотрим конечно не все машины успеем снимать успеваем то есть по возможности стараемся показывать как время хватает зеркало тут бракованное оказывается надо поменять да вот такой миниатюрный зеркало есть ровшан завод охранника стоянки тойота ист платана пробег минимальный 42000 но таких авторинки скорее всего нету как интересные подстаканники тут бардачок тут бардачок повер дуров вставки вот под дерево черный мрамор да типа или под темное дерево как правильно будет смотрится богато красиво ну как то так давайте посмотрим тойота харьер тойота харьер так это у нас пятнадцатый год и сразу вот смотрим в роль роль подзамен уже ну клеен обедом знает мы купили ее уже зная 4 балла пробег 100000 а 2 1 у 2 на заднем бампере пробег 100000 из-за этого вся кожа облезла надо ее перешить или вообще другой руль поставить ну здесь стоит косточка красивая скорее всего клиенту надо будет ее перешить круиз контроль круговой обзор богатая комплектация музыка jbl тут подстаканник тут еще что-то еще у него есть автозапуск даже USB телефон можно здесь поставить конечно она чуть-чуть мешает ногам если человек крупный вот для меня метр семьдесят три она не мешает черный потолок комплектация если не ошибаюсь премиум адвенсит так давайте посмотрим что снаружи багажник открывается с кнопки в черном цвете 202 черный металлик еще называют включу дальний фар давайте отключим так салфан тоже не убрал японец имеется запаски нету компрессор сабвуфер джебл оба вкруг обвес моделиста данная машина обошлась нашему клиенту в районе в миллион восемьсот двадцать тридцать где-то так вышло под ключ это четырнадцатый год четыре балла в прошлом году за такую цену можно было привести девятнадцатого года а сейчас уже курс другой переходи собрать только вот четырнадцать пятнадцати годах комплектация богатая из-за этого нам пришлось купить эту машину моделиста круговой обзор джебл все есть салон полностью на коже черный сидение в отличном состоянии что с водительской стороны из пассажирской вот это сидение обычные не электрические салон чистый ну руль только косяк здесь вот сарапина здесь на заднем бампере видно вот машина в отличном состоянии на сегодняшний день это хорошая цена на авторынке такие стоят в районе двух миллионов рублей то есть на дроме на авторынке такие гадания возят сидение конечно тут чуток просившие просевшие чем с той стороны электропривод имеется с водительской стороны все работает заменен расходников тут что-то да бак тоже открывается с кнопки комплектация хорошая не хватает только панорамной крыши и подогревов тойота харьер везде легендарный значок салон сзади тоже чистый ухоженный сел и поехал как-то так друзья цены сейчас на аукционах поднимаются из-за чего ну потому что запрета запрет отменили и после праздников то вот после японских праздников цены стали чуть-чуть подороже на аукционах все продается подороже чем в апреле ну зато таможня евро снизилась из-за этого машины стали дешевле как-то так для заказа авто с аукционов японии пишите на ватсап подписывайтесь на ютуб канал ставьте лайки а мы будем дальше вам снимать показывать то что привезли конечно руль печаль перешить можно устранить можно невелика потеря главное что клиент все в курсе об этом все знаем даже тут зарядки оказывается давайте проверим рабочий или нет как она включается все таки я не разобрался в этом подзаряднике но ничего так что еще тут вроде бы все машины идут люди заказывают никакого запрета нету сегодня края моха услышал о том что где-то на проходной что ли или где будут строить новую этажерку для хранения машин которые прибыли из Японии Кореи Китая в этом месяце мы купили порядка 35 машин это после 9 числа да своим клиентам более 10 машин отправили на автовозах в Якутск в основном наши клиенты сами все забирают со стоянки где мы арендуем машины места стоянка составляет напоминаю 100 рублей в сутки после растаможки машины приходят на стоянку и стоят ждут своих хозяев уже здесь на Ларапаево давайте вот как-то закроем на руль и машина ставит в идеальном состоянии все пока друзья до новых встреч следите за нами подписывайтесь ставьте лайки работаем до новых до новых Продолжение следует...